Олег Геннадьевич, скажите мне, пожалуйста, какой у меня объем работы? Просто год назад стало очень сильно тяжело, и мне надо точно знать, что как делать. Тяжело с чем? Сильное напряжение, сильно много работы. Со здоровьем тяжело? Нет, нет, со здоровьем у меня все отлично. Но просто очень много приходится работать, и у меня не получается выполнять режим дня, правильное питание, и вот, хотелось бы обратно все восстановить. Какая работа, чем занимаетесь? Я работаю в отеле, на общение с людьми. Через день у вас там какой-то график? Вот надо мне через день, я вот хочу, я так хожу каждый день, и на выходные я свободно. А сколько вы работаете в день? Ну, 10 часов. Нет, так нельзя жить. Это только год назад, почти такое произошло. Но вы только приехали в Германию, да? Нет, я здесь живу больше 20 лет. А что, вот зачем вы согласились на такую работу? За день. Ну вот в этом проблема. Да, да. Я то, что вчера говорил, вот эта неправильная вера губит вашу жизнь. Понимаете? Вот и все. То есть надо утихомирить свой пыл и понять, что вот большинство людей думают, что чем больше у них денег, тем они более развитыми становятся. И это является заблуждением. Развитие человека зависит от его качества. На качество, на развитие качеств нужно свободное время и силы. Нужно развивать качество личности, потому что кто такой лидер? Лидер — это человек, у которого больше терпения, больше уважения к людям, больше доброты, больше ответственности, больше проницательности и так далее. Это все называется качество личности. Качество личности дает повышение статуса в обществе. Желание заботиться о людях, смелость внутренняя — это все качество личности. И вы сейчас теряете качество личности. То есть вы из-за того, что много работаете, вы теряете себя как человека. И ваш статус внутренний падает, ваша работа приведет вас к болезням, нехватке сил, ваша сила социальная станет очень слабой. И результат такого перенапряжения на долгий срок будет ваша финансовая несостоятельность, нищета и разрушение вашей жизни. То есть вы сейчас выбрали неправильный путь, и Бог всегда такие выборы наказывает на долгую, наказывает очень жестко. Через два года такой жизни вас ждет очень сильное разочарование в том, что происходит. Вам надо... Сейчас идет плохой период, связанный со здоровьем. Он начался полтора года назад и закончится через три месяца. Но вы должны сейчас поменять работу. Или договориться так, чтобы... Ну, лучше работать не больше восьми часов и хотя бы два часа уделять на работу над собой, на здоровье. И тогда у вас будет баланс. И будете развиваться. Нужно еще молитву и все прочее. Ну, два часа в день вполне достаточно, чтобы если человек вот так хорошо включился, он полностью... Вот мне я езжу, читаю лекцию, мне два часа в день достаточно, чтобы прекрасно поддерживать свое здоровье. Понимаете? Вот. Вы сегодня поняли, да, как хорошо вот так пробежаться? Как хорошо стало сегодня, да? Такое расслабление, да, такой покой в сердце. Ну, вот надо делать это. Потихоньку доходить до такого, ну, до такого, как мы бегали. Потихоньку себя доводить, потому что одна вы уже с так не пробежите без меня. Но надо к этому стремиться. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне распространение знаний по всему миру. Можно еще вопрос. Какое дерево мне подходит? Каким деревом мне обниматься внесут? Я не могу сама подогнаться. Не обниматься. Обниматься надо с мужем. А дерево надо спиной стоять. Спиной. Спиной не обниматься, Олег Геннадьевич. А? Почему спиной не обниматься? Я тоже обнимаюсь. Потому что обниматься надо с мужем. Да обнимаюсь, а деревья не обнимаюсь. надо запомнить и обниматься надо с мужем, а дерево спиной. Почему? Потому что муж нужен для любви и поэтому с ним обниматься. А дерево нужно для здоровья, а здоровье у человека проходит сзади. Это от позвоночника. Поэтому, когда ты с позвоночником соприкасаешься с деревом, ты получаешь здоровье. А если ты с ним обнимаешься, то оно заменяет мужа. Можно спросить, а почему вы так делаете, когда в воде? Ну, потому что не хочется делать вот так. Может быть, какое-то значение? Ну, просто руки в воде очень сильно мерзнут. И нет смысла их опускать. Они ничего не решают. Решают тело. Это тело чистится, руки не обязательно их переохлаждать. Пальцы сильно мерзнут в воде у всех людей. Поэтому, когда долго стоишь, лучше поднять руки, но есть два варианта поднять. Или вот так, или вот так. Мы выбрали вот так, потому что так как-то прикольно. Ну, вот представьте, допустим, стоят люди на берегу и в воде вот так вот люди стоят. Через 10 минут приедет милиция с автоматами. Потому что, типа, людей заглали в воду, они стоят, руки подняты. Ну, как-то это прикольно. Поэтому вот так. Ну, чтобы милиция не произошла, если все нормально. Потому что там снимки сделают это все, как-бы люди скажут. Киракль. Ну, даже ледяная. Вот так, если стоять, тоже как-то непонятно. Вот так, нормально. Чисто. Ну, потом руки греются об голову, голова об руки. Тоже так вот. Вы все поняли? С сутками работать тоже не вариант. Понимаете? Это тоже означает, что вы будете переутомляться. У вас много страсти внутри, вам хочется больше денег. Не торопитесь. Запомните, правило жизни такое. Для всех, для всех событий в нашей жизни. Самое лучшее, это когда, опустите ручку и слушайте. Самое лучшее, это когда все в нашей жизни приходит в свое время. Запомните, это очень важный момент. Если человек хочет что-то сделать быстрее, он разрушает свою жизнь. Придет время и у вас обязательно будут деньги. Но сейчас вам надо развиваться и потратите время на это. Если вы будете сейчас просто пытаться раньше времени получить то, что вы хотите получить, вы на это потратите, уменьшите, сократите продолжительность своей жизни и потратите на это здоровье. Ничего за так не дается в этом мире. Люди думают, вот я сейчас квартиру там. Если это равноценно, что ты снимаешь, допустим, жилье какое-то, что ты оплачиваешь ипотеку, если это равноценная цена, то, конечно, разумно взять ипотеку и жить в квартире. Если потом ты эту ипотеку, если что, можешь продать, допустим, если государство тебя защищает в этом вопросе. Вот это разумно. Но если ипотека стоит в два раза больше, чем аренда, то это неразумно, потому что ты будешь больше пахать просто и все. И тогда ты будешь гробить свое здоровье. Вроде бы все хорошо, я уже в своей квартире живу, но это все иллюзия. Эта иллюзия заканчивается, когда заканчивается самое главное, что человек должен беречь. Что человек должен беречь? Что самое главное? Дорогие. Когда оно заканчивается, все иллюзии сразу улетают, мои дорогие друзья. Без здоровья невозможно нормально жить. Все решили? Ваша тревога в сердце, которую вы испытываете по вечерам, перед тем, как ложитесь спать, связана именно с этим, с вашим здоровьем. Вы его теряете сейчас. А какое дерево? Дерево, клен. Раскудрявый, клен зеленый. Ну вот вы теперь девушка. Да? Я хотела бы спросить про свою сестру. И я хотела бы вам показать ее фотографию, потому что там все очень сложно. Она абсолютно одинокий человек. У меня такое ощущение, что она ненавидит весь мир. У нее нет... Ну а как я ей помогу, моя хорошая? Вот она слушает мои лекции? Я не знаю. Я же могу помочь только словом. У меня есть волшебная палочка, конечно. У меня она в кармане. Иногда я так... И сестра сразу хорошая стала. Но мне Господь запрещает ей пользоваться. Плохо. Знаете, почему запрещает пользоваться? Он хочет, чтобы мы развивались. Если все волшебной палочкой решать, тогда смысл в жизни человеческой, понимаете? Она старается, но проблема в том, что она не справляет. Нет, вы скажите мне. Она... Я вот сейчас дам ей рекомендации. Она будет делать? Она будет делать. Точно? Она точно будет. Она в больнице лежит постоянно. Слушает мои лекции? Она... Я думаю, что сейчас она не слушает. Я тоже не знала о вас. Я сегодня... Ну вот эти три дня, как я вас первый раз увидела. А как вы так можете поверить человеку за три дня? Ну... Индейцы. Да, индуйцы. Вы знаете, Бог же нас приходит, значит так надо. Да, какая интересная. Ну давайте фотографию. Ну какая, смотрите, какая она. Разумная очень. Вот какая хорошая. Как вас зовут? Мария. Марина. Утка какая хорошая. Митя, она очень мнительный человек. Не вера в невежество. Она боится всего по жизни. Вот. Нужно... Нужно начать вот слушать лекции сначала. И дальше учиться делать статические упражнения, длительное движение. Потом дальше переходить к посту. Ну то есть психика действительно находится в очень сложной ситуации. И... По поводу чего она лежит в больнице? Она все время пытается покончиться. Ну давайте будем вот делать то, что я сейчас на лекции скажу. Скажу на пятом слое два блока, жесткий. И надо убирать эти блоки. Хорошо. Хорошо. Если она будет слушать лекции, будет делать все, то она через десять месяцев уже закончится. Вот эти все вот проблемы закончатся. Она нормально будет жить. Спасибо. Почему человек хочет покончить с собой? Потому что блоки вот эти психические, они настолько угнетают возможность жить, что человек нормально не может существовать. Им очень плохо. Понимаете? А люди не имеют знания никакого, как с этими блоками справляться. Люди не знают, как сделать так, чтобы все наладилось в жизни. Понимаете? Понимаете? У меня копится статическое напряжение. Чем больше я работаю, тем тяжелее у меня раздражительность появляется. Такое напряжение, статическое напряжение. Я сегодня сидел возле алмаза. И вот у меня прямо очень тяжело мне было сидеть. Из-за того, что я еду уже достаточно долго. Отдаю свои силы, тружусь. И я прямо сильно старался, терпел. И после шестьдесят пять минут, когда я просидел в этом положении, мне легче стало. Мне отпустило, расслабило. То есть, когда от человека нервная работа, ему нужно вот в неподвижном положении тела долго находиться, чтобы... И он должен терпеть вот эту тяжесть, боль внутри, которая от неподвижного положения затекает, все очень тяжело. Надо это пересиливать, потому что это и есть способ снять вот это напряжение. Я поэтому сейчас спокоен, и у меня есть силы, потому что я совершаю вот такие аскезы. То же самое, ледяная вода. Мы вчера постояли, у меня появилось сильное спокойствие внутри, способность читать лекцию. Вчера спокойная такая лекция была, да? Вот. Это результат вашей реки, еще пробежка плюс. У меня тоже, у меня тоже на пятом психическом слое есть блок, который у меня вызвал в молодости такое немножко спутанное сознание. И оно вызывало у меня сильное беспокойство. Но я тогда не знал, что нужно длительное движение совершать, чтобы этот динамический блок, полевой блок. И я его сейчас, когда я бегаю, я пробиваю этот блок всегда, и у меня нормально все. Ну, то есть, но как бы предисположенность к этому может быть, допустим. Но это не значит, что человек должен быть психически больным, допустим. Понимаете? Ну, то есть, правильный образ жизни убирает все эти проблемы, и все. Когда человек страдает, он просто... Почему страдает? Потому что он не знает, что делать. Когда человек знает, что делать, ему надо это делать, и не страдать. Понятно? Здравствуйте. Я очень вам благодарна. Ваши лекции слушаю уже 2017 года. Это ужасно. Я не знаю, как только можно меня слышать. Я разок ехал в машине, слышу какой-то такой голос такой. Я говорю, выключить? Это что такое? И этот водитель меня вез на лекцию. Он говорит, это ваша лекция. Ну, я всегда на работе с вами. Поэтому и дома, и в прогулке. Хорошо. Я желаю всем счастья. Я очень рада быть с вами. Вопрос у меня по теме сегодня. Физиологически у меня по здоровью. Физиологически у меня сердце здоровое. Как уже все обследовали и не один раз. Но очень беспокоит, когда я ложусь спать, и когда мое тело полностью спокойно. И кажется, что все уже хорошо. Но начинает колотить сердце. Прямо буквально 5-10 минут. Ну, вот как аритмия. Я никак не могу разобраться. Я лекции уже по несколько раз прослушивала. И пыталась разобраться сама, в чем дело. Неправильное питание, эмоциональное. Потому что я очень мысляный человек. Вот это вот, может быть, все накапливается, и вечер меня... Ну, моя хорошая, а что вот вы полная такая? Это правильное питание? Это неправильное питание. А что тогда? Может, у меня неправильное питание? Ну, не знаю. Может быть, это влияет. Ну, вот как-то немножечко так. Как это анекдот есть про Штилица. Штилиц шел по Берлину и не мог понять, что у него выдает из него русского разведчика. То ли парашют, который как бы сзади. То ли я. То ли там, как это, с красной звездой. Я думаю, что уже по весу вижу, что вы неправильно живете. Что тут думаете? Ну, стою в 5 часов утра. Ну, тогда все. Раз стоите в 5 утра, тогда все прощается. Ну, как бы, непонятно, почему все-таки сердце стучит. Правда? Я не знаю, да. Я как бы буквально год назад началась. Так вот, перейдите в спине всегда. Моя хорошая, вот у вас на пятом психическом слое находится сильный блок статического напряжения, который дает перегрузку головного мозга. И когда вы ложитесь спать, то головной мозг разгружается на сердце. Понимаете? Это физиологическая проблема. Но вы должны понять, что вот то, что с вашим организмом происходит, это дальше превращается сначала в доброкачественную опухоль, а потом в злокачественную. Понимаете? И причина вот этой вот проблемы, которую вы сейчас имеете, это на четвертом психическом слое один на другого накладывается два блока. Один блок токсины или негативный тонус, негативное настроение, мнительность, мнительность. Да. И второй блок – это динамическое напряжение или волевые функции страдают, то есть тоже связаны с настроением. И четвертый слой отвечает за глубокий жир, брыжечный жир. И он у вас скупится со страшной силой в организме. Причина накопления – это вечерний дожор. Есть ночной дозор, а есть ночной дожор. Ну, одна просто, одна буква меняется. У нас все понятно, правильное питание, здоровое употребление. Вот. И причина ночного дожора заключается в том, что статическое напряжение у человека, когда копится, то вечером у него две вещи происходят. Ну, когда раздражительность вот эта, например, хочется их порвать, копится у человека, то у него две вещи возникают в жизни. Первое – позднее укладывание ко сну. И второе – желание сильно сладкого и мучного, и картошки. Вот углеводистой пищи сильное желание по ночам, по вечерам. Вот эти две вещи указывают на накопление статического напряжения. А так как у вас еще есть токсины, соединенные с этим динамическим блоком, они дают сразу же незаконченное пищеварение, незаконченный цикл пищеварения. То есть пища должна весь цикл проходить и уходить в клетки. А она у вас не уходит в клетки, потому что у вас нарушено глубокое пищеварение в организме. В результате нарушения глубокого пищеварения у вас вся пища идет в жир. Ну, то есть все, что вы съели – это все против вас получается. Это все токсины. Вот жир, лишний вес – это накопленные токсины в организме. Это не запасы питательных веществ, как вы думаете. Это токсины, которые потом превращаются в вирусные инфекции, или в доброкачественную опухоль, или в злокальную. Но потом уже в злокачественную опухоль. Поэтому лишний вес, не лишнего веса не должно быть в организме. Просто не должно быть. Нельзя позволять себе лишний вес. Не издевайтесь над своей жизнью. Любой лишний вес означает сокращение продолжительности жизни. Я, знаете, чем на вокзале, вот, допустим, иду на самолет, чем я занимаюсь. Смотрю, человек мимо проходит с лишним весом. Через 12 лет инсульт, другой рак, через 10 лет. А все молодые, там, 40 лет, человеку 35. И я думаю, я же не могу подойти и сказать, у вас будет инсульт через 12 лет. Представьте, жрать. Я не могу так сказать. Я просто смотрю, думаю, люди разрушают свои жизни. И у меня сдержанный оптимизм на все, что происходит в этом мире из-за этого. И у меня так был бы не сдержанный оптимизм. Но из-за того, что я вижу, как люди разрушают свои жизни, и все просто живут сегодняшним днем, не понимают, что завтра будет, как бы, инсульт, инфаркт, рак. Вот, поэтому мне приходится сдерживать свой оптимизм из-за того, что я вижу человеческие глупости. У вас осталось 12 лет нормальной жизни, если вы не опомнитесь. Понятно. Спасибо. Добрый доктор Тацинова. А вы подумаете, стоит дальше слушать лекции или нет? Нет, вот я девушке, она третий разница. Нам вам говорю, чего вы гадываетесь. Да. Видите, я как сейчас с людьми обращаюсь. Там в интернет, говорит, он жестоко обижал женщин там, просто в интернет про меня пишет. Ухами обзывал. А? Ухами обзывал. Да? Такой? Вряд ли, вряд ли. Уже придумываю. А, сознание в мухе. А, сознание в мухе, да. Ну, это намек, да. Намеки делают. Намеки делают. Мы не обиделись. Мы учимся все. Да? Да. Мне понравилось, да. Ну, так прям, муха. Я так не могу сказать. Я просто рассказываю людям, от чего надо уходить. Уходить. Что надо убирать из своей жизни. Это очень важно. Иногда приходится строго себя вести. А что делать? Мужчина в очках. Так с нами хорошо бегал, да. Я очень благодарен. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. За возможность задать вопрос. Хотел спросить по поводу носовых кровотечений. Спонтанное. Вы говорили, кровь это четвертый слой. Как это связано с плохо на четвертый слой? Но у вас поражен третий слой. Не четвертый, а третий. И там просто по стечению обстоятельств это связано с мыслями. А у вас очень мысленная такая работа. И так как там блоки, и поэтому мысли перегружаются в целом. И у вас на третьем слое сразу три блока. Статический блок, динамический и токсины. И поэтому эти блоки в основном идут в голову. Поэтому у вас сосуды головы очень слабые. Понимаете? Это вообще в целом достаточно опасно. Ну то есть. Поэтому надо статику сначала делать, потом динамику и потом пост 36 часов еще. Если вы будете все это вместе делать, то вы будете убирать вот это напряжение из головы. И кровь это такой нехороший сигнальчик для вас. Ну то есть очень важно вам понять, что нельзя поздно ложиться спать. После десяти для вас это катастрофа. Потому что отдых головного мозга начинается с десяти до двенадцати. Если человек позже ложится спать, голова не отдыхает уже дальше. Она отдыхает только с десяти до двенадцати. Головной мозг. А как реагировать? Какое-то давление поднимается? Типа дать выйти или лучше держать, чтобы не терять кровь? Да, давление поднимается. Вот это вот. Не надо дать выйти. Что значит дать выйти? Надо просто понять такую вещь, что вам вообще не надо в эту сторону мыслить. Нужно мыслить в сторону разблокировки. убирать из себя вот это все вот хозяйство. Понимаете? То есть надо начать в воде лежать, потом статику делать, динамику делать, пост делать. И убрать просто из себя эти болезни и все. А если говорить о ситуации конкретной, то я могу всем сказать рецепт, когда вот начинается с сосудами проблемы любые. Может быть поджелудочная железа, вот любые спазмы с сосудами, которые возникают. Надо взять, надо всегда дома иметь овес и лен. Да, берете три четвертых столовые ложки овса и одну четвертую льна на столовой ложке, смешиваете и повязываете, просто насыпаете в ткань и привязываете вот сверху на левую руку вот сюда такую повязку. Овес в ткани находится. На левую руку или на левую ногу. И через уже десять минут убираются спазмы. То есть это если допустим рейс поджелудочной железе или в животе где-то боли, давление сильно подскакивает. Вот это если делать такую повязку, то сразу легче становится. Не забудьте только левая рука, левая нога. Не надо путать. Это очень важно. Должны быть целые зерна? Лучше целые, но можно и геркулес, если нет возможности. Он тоже будет влиять просто слабее. Три четверти столовой ложки овса и одна четверть столовой ложки льна. Семян льна. Перемешать и они действуют сутки. Вот это вот действует сутки. Как это долго? Ну, это не лечение. Лечение – это то, что я вам рассказываю. Вода, воздух, аскезы, пол. А это просто балансировка в организме. Это не лечение. Невозможно человека лечить травами, иголками, гомеопатией, рефлексотерапией. Ничем. Человека лечит только природа. Ну, то есть, человек набирается энергии природы, а потом можно использовать все, что хочешь, для перераспределения этой энергии в организме. Ну, то есть, если энергия не распределена нормально, то можно поставить лечение какое-то или попить, и тогда все налаживается. Но если у человека нет энергии природы, и никакой метод ему не поможет, это все бесполезно. У нас есть исследования на эту тему, когда, допустим, человек у нас лечится какими-то методами, то через какое-то время мы заметили, он полгода полечился, и ему уже перестает все помогать. И чтобы мы не использовали, все перестает помогать. Причина кончается энергией природы у человека в организме. Перераспределение требует дополнительной энергии. Поэтому мы ему говорим, если вы гулять не начнете, если статику не начнете, пост не начнете, вас вылечить невозможно. Человек начинает все это делать, и у него опять силы появляются, и постепенно он вылечивается. Привязывать снаружи или в ноги? Там, где часы. Волосистая часть. И спереди ноги. Олег Иванович, у меня год назад, в сентябре сказали, что у меня блок на четвертом слое по статике. Я с тех пор... Блок по статике на четвертом слое, ну и это точнее, если это конец третьего слоя, начало четвертого. Вот так вот. Это блок, он как бы на два слоя идет. Но кровообращение, кровь из носу, это соединение токсинов и динамики на третьем слое. Они вот соединены между собой в начале третьего слоя. А статический блок, он тоже на третьем есть, но чуть дальше, он с ними не соединяется. Вот мне сказали, что у меня четвертый был и переходил на начало пятого даже. Я с тех пор стоял на голове, там не подходит. О, нет, мой хороший, это вы неправильно выбрали методику. Абсолютно нет. Вам надо стоя просто стоять вот так вот. И тогда будет голова лечиться. А так вы увеличиваете напряжение в голове таким образом. Я не просто это говорю. Но нельзя. Просто видите, вот у вас какая ситуация. у вас и так голова, ну как, кровообращение нарушено там. А сколько вы стоите на голове? Сейчас 9 минут. И кровь идет, да? Но она не во время пройдет, она спонтанно там днем когда-то. Ну я вам не запрещаю стоять на голове. Просто давайте сначала делать все правильно, а потом добавлять. То есть вы сейчас дополнительную нагрузку делаете, как бы это неправильно. Ну то есть начните стоять просто вот так, возле стеночки. 65 минут. Хорошо? Два раза неделю достаточно. Нет, лучше три раза в неделю делать, потому что статическое напряжение, если человек интенсивно работает, может раз в два дня даже копиться. А вы сколько стояли на голове раз в неделю? Нет, я стоял каждый день почти. Стараюсь каждый день. Ну вот смотрите, как лечится статическое напряжение. Вот если вы стоите на ногах, то лечится голова, а если вы стоите на голове, лечатся ноги. У вас внизу статического напряжения вообще никакого нет, все в голове. То есть вам надо лучше стоять на ногах, так как копится в голове все. Поэтому, видите, вам на голове легче стоять, чтобы в ногах его нет. Понимаете? А если вы встанете на ноги, тогда вам будет тяжело стоять, потому что все напряжение в голове копится. И вы этой методикой голову не вылечили. Вот вы каждый день так классно все делаете, у вас его нет статического напряжения во всем теле. А в голове есть. Это значит, что вам надо с головы на ноги перейти. А можно еще спросить, у племянницы тоже такие кровотечения бывают? То же самое. На третьем слое тоже? Да, обычно у родственников похожие блоки. Особо лучше. Кровотечение идет не из-за статического напряжения. Оно идет из-за соединения динамического блока и токсинов. И это рубит сосуды. Понимаете? Сосуды на третьем слое. А на четвертом слое находится, а статическое напряжение нагревает человека. И это нагревание идет в ткани мозга у вас. Поэтому и сказал четвертый слой. Возможно, что статическое напряжение было до пятого слоя у вас. То есть я не помню, как оно у нас было видно сильно разлито. Сейчас оно локализовалось в одной точке. То есть конец третьего, начало четвертого слоя. В пятом уже ничего нет. То есть естественно, что вы уже проработали много чего. Надо сейчас стоять просто по 65 минут и убрать в голове вообще это статическое напряжение. Чтоб его не было. Сколько? В месяц? Через полтора месяца уже будут значительные изменения. У вас в принципе в организме все проработано. У вас и динамика проработана. Только надо токсины убирать. Потому что на третьем слое токсины они вас мучают. Надо поститься, значит. еще ничего. Ваш вопрос? Ничего в очках? Спасибо, что я могу задать вопрос. Я привязалась у меня с собой свою дочь. Я очень хотела спросить. Потому что она когда спит ночью, у нее часто болят ноги. Она растет и плачет даже, что у нее такая боль в себе в ногах. И у нее также, как у мужчины, идет часто кровь с носа. Все это одна и та же проблема. Это статическое динамическое напряжение на третьем слое. У нее очень напряженный организм. Очень напряженный. Поэтому нужно бассейн ее водить. И нужно с ней гулять хотя бы по 2 часа 40 минут раз в 3 дня. Раз в 3 дня в бассейн. И в бассейне не меньше 40 минут находиться. И раз в 3 дня 2 часа 40 минут ходить. И станет легче. Спасибо. Потому что копится напряжение в организме и оно разгружается по ночам. И через головной мозг разгрузка идет. То есть напряжение копится в голове, а разгружается через ноги. Хорошо. Спасибо. Еще вечером перед сном надо пить. Найти мумиё. Такое лекарство. Найти мумиё. Да. Найти мумиё. Чтобы ей не было горько. Мумиё горькое лекарство. Угу. И если она будет пить мумиё с медом по вечерам. То это тоже облегчит ее жизнь. Еще, если уж совсем далеко идти, надо на лесорубке где-нибудь купить дерево липы. Бревно прямо липы или клена. И положите ее под кровать. Так, чтобы расстояние между телом и бревном было не больше сорока сантиметров. И основанием к ногам дерево, а верхушкой к голове. Хорошо. И как только вы бревно положите, через три дня судороги пройдут. Хорошо. Спасибо. Ну, то есть, вот эти три методики используйте и вам точно все пройдет после этой проблемы. Спасибо. Ну, ваш вопрос, мужчина. Я громко говорю, могу без микрофона. Дочери 18 лет. В свое время, когда она еще маленькая была в подростковом возрасте, у нее не вырезали три зуба сверху. Их потом стянули. И клыков как таковых нету, поэтому она очень стесняется этого. И вопрос, почему это и как ей продолжать. Ну, а что, это сильно заметно во рту, что ли? Заметно, что клыков нету, потому что ровно. И она стесняется. Так ровно это и красиво же. Да. Все вот, все знаете, знаете, вот когда ты разговариваешь, все люди, они очень внимательно смотрят, есть ли у тебя во рту крыльки или нет. Прямо очень внимательно. Вот вы улыбаетесь, я смотрю, да, крыльки есть или нет. Это важно. Люди, дети, они очень сильно стрессуют по поводу своего тела. Очень сильно. На самом деле, никто в жизни никогда не заметит, что у нее нет клыков. Но никто в жизни просто никогда, сто процентов. Наоборот, когда у женщины ровные зубы одинаковые, это вызывает симпатию, наоборот. Но она хочет со временем когда-то себе там подточить их. Такое желание было. Ну, чтобы было видно. Кравка, цветы незабудки, мама печет пирожки. Кушайте, дети, пока ваши зубки не превратились в плыки. Есть такой мультфильм. А, фильм этот про красную шапочку. Это там мама волка песенку такую пела. Я вам скажу точно, что никто этого не замечает. Передайте ей привет от меня. Скажите, что никто этого не замечает. Хорошо. Что она красивая девочка и все у нее нормально. Красивая девочка. Можно еще короткий вопрос маленький? Да. У меня лично проблемы с концентрацией. Я не могу долгое время, например, через 10-15 минут, я уже потом выключаюсь. Любая лекция, я просто мысль начинает двигать. Это динамический блок на третьем слое. Он пробивается длительным движением. Если вы это будете делать, вам будет легче. Но все равно склонность к тому, что вы будете уставать, останется, но не такая сильная. Блок очень выраженный. Нужно длительное движение слои. Длительное движение? Неделю, два, три раза в день? Нет, лучше по графику делать, как я расскажу на лекции. Хорошо. Давайте я сейчас отвечу на вопрос, что мужчина мне написал и ждет от меня. ответа. Не могу найти его. Ага, все, все, нашел. Этот феномен, когда маленькие дети уходят из жизни, я изучал давно уже. И достаточно много таких смертей я видел. Ну, может не меньше сотни. И всегда, когда я вижу такой феномен, один и тот же результат, эти дети уходят в рай. Все. Ну, то есть, я начал тогда анализировать это все и понял, что, в принципе, особенно это, такие дети рождаются в основном очень хороших, добрых родителей. И в основном, как бы, родители очень любят их. И они немножко живут, дети, и уходят из жизни по разным причинам. Родители потом очень сильно страдают. Этот феномен, почему люди страдают, когда близкие уходят в рай, я не мог понять сначала, а потом понял, что это на контрасте происходит. То есть, допустим, тот, кого ты любишь в раю, а ты здесь, то от этого еще вдвойне печально. Еще печальнее становится. Но остается фактом, что эти две девочки ваши испытывают счастье, сейчас они находятся в раю. И, как бы, с точки зрения здравого смысла, нет причин для того, чтобы переживать. Но если вы будете переживать, то, когда вы уйдете из жизни, вы к ним туда попадете в рай. Но, как бы, есть ли в этом смысл, чтобы всю жизнь вот здесь страдать из-за того, что такова воля Бога? Причина, почему так происходит, простая. У человека бывает, что нет слишком большой кармы здесь жить. Знаете, даже если вы живете в Германии, все равно жить на Земле не так хорошо. Есть гораздо лучше места, чем Земля, поверьте мне, для жизни даже в этой Вселенной. Есть райские планеты, там гораздо лучше, чем мы можем себе представить. Понимаете? Понимаете? И когда, ну, живому существу здесь нет большой кармы на Земле находиться, ну, зачем здесь тогда находиться? И Бог дает возможность быстрее попасть в рай. Он облегчает участь. Ну, пожил чуть-чуть и все. Потому что, ну, как бы... Ну, вот, когда, допустим, кто-то уходит из тюрьмы, все переживают. Кто там в тюрьме вместе с ним сидел, все думают, блин, как же мы без тебя. Вот. А он думает, а мне пофиг, а я как бы на свободу. Знаете, так все живые существа, они так и думают. Они все равно пойдут туда, где им лучше жить. Несмотря на то, что вокруг все без них, как бы, переживают, страдают. Особенно переживания, когда очень хороший человек уходит от тебя. И особенно, когда он идет в рай. Но если смотреть с точки зрения не эмоций и любви, а с точки зрения здравого смысла, то надо радоваться за этого человека. Что он пошел туда, где ему хорошо сейчас. Им сейчас хорошо. В чем тогда проблема? Пускай они будут счастливы. Нам, конечно, плохо без... Вот, допустим, очень хороший человек уйдет, все же очень сильно печалятся, правда? Допустим, какой-то святой уйдет. Так? Очень грустно, да?